День нашей Великой Победы Памятному дню объявляется открытым. КОНЕЦ 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 Дорогие ребята, этот день один из многих, который является очень значимым. В этот день мы вспоминаем наших негр-прадедов. Это день славы русского оружия. Это день неизгибаемой воли всех народов, которые могут достигнуть победы, если они хотят. И всегда Россия побеждала, всегда. Все войны заканчивались победой, потому что та воля, которая у нас есть, это сильнее любого оружия. В городе Новосибирске в начале войны были сформированы три, точнее четыре дивизии, которые обеспечили первую победу под Москвой. И они получили звание первой, второй, третьей и четвертой дворейских дивизий. Именно сибиряки наши с вами обеспечили эту победу. Это достоинство, это воля, это сибирский характер. Мы должны понимать, что это все непросто. Это все по-настоящему. Тут нет лжи, здесь есть только сила, дух и смелость. Конечно, многое из тех, кто времени ушло, многое уже забыто. И все, правда, войны мы не знали. И уже, похоже, не узнаем. Но наши отцы, мы в том числе, всегда хотели, чтобы это правильно было. В нашей школе работало довольно много сотрудников, которые прошли Великую Отечественную войну. Первый директор летней школы был боевой командир. Первый директор самой школы тоже был боевой командир. То есть, вообще-то говоря, нашу школу построили наши славные воины. И вообще физмат-школа появилась именно благодаря тому, что нужно было перевооружение армии. Именно поэтому, а не потому, что нужно учить те или иные предметы. Так надо было в начале 60-х годов. Так нужно и сейчас. И, конечно, в этот день я хочу вспомнить тех, кто еще жив, которые работали у нас. Это Савельев Лев Яковлевич, участник. Он преподавал у нас математику, профессор, сейчас на пенсии. Он был летчиком, командир, сын полка, точнее. Несовершеннолетним ушел на фронт. Было время, когда он мог присутствовать на наших праздниках. Ерофея Валентина Ивановна работала на военном заводе. Была завт-кабинетом домоводства физмат-школы. Они трудились в госпиталях, на заводах, в холхотах. Жанинова Антонина Петровна работала ребенком в госпитале. Потом у нас преподавателем, воспитателем. Алексей Тимофеевич Гайнов, тоже профессор, работал трактористом во время Великой Отечественной войны, ребенком. Седова Анда Андреевна, дитя войны, работала в школе воспитателя. Вела летность в нашу физмат-школу. Кроме них, большое количество наших преподавателей. Я хочу сказать, что огромную роль в становлении Новосибирского государственного университета сыграл ректор, академик, выдающийся физик Спартак Тимофеевич Беляев. Он тоже молодым, ушел на фронт, он был военным разведчиком. Его смелость позволила отстоять наш Новый университет тем, каким он есть сейчас. Вот благодаря таким людям мы и существуем. Вспомни меня. Пожалуйста. Спасибо. По традиции всегда наша школа направляет учеников для возложения цветов. Памятнику вальс Победы. В этом году этой чести возложить цветы удостоены. 9-1. Онищенко Дмитрий. 9-2. Юрченко Юлия. 10-1. Вишняков Глеб. 10-2. Панов Никита. 10-3. Кузнецов Артем. 10-4. Князева Виктория. 10-5. Ким Дмитрий. 10-6. Меружмен Ева. 10-7. Киселев Алексей. 10-8. Черняковского Дарья. 10-9. Костина Елизавета. 11-1. Сухинина Ксения. 11-2. Першин Иван. 11-3. Шатров Михаил. 11-4. Шарипов Даниил. 11-5. Целемпио Санши. 11-6. Волкова Таисия. 11-7. Леонтьева Валерия. 11-8. Кальниев Икатерина. 11-9. Каратаева Альевна. 11-10. Бузинкова Анна. 11-11. Лагерец Евгенина. 11-11. Отправление 15.00 от общежития. Сегодня. Я хочу сказать, что завтра у нас, дорогие ребята, будет шесть. И Новосибирский государственный университет, те, кто придет на шесть, подарит им посещение купола нашего университета. А сейчас с литературно-музыкальной композицией выступает наше учащиеся. Когда на бой смертельный шли вы, отчизны верные сны, О жизни мирной и счастливой мечталась вам среди войны. Вы от фашизма мир спасли. Вы заслонили нас сердцами. Поклон вам низкий до земли. Золгу мы вечно перед вами. Вы героически прошли с боями все четыре года. Вы убедить врага смогли. И заслужили любовь народа. Спасибо вам, отцы и деда. Спасибо, братья и сны. За ваш подарок для победы. За главный праздник всей страны. Надпись защитников Брестской крепости на ее стенах. Нас было пятеро. Седов, Грутов, Боголюб, Михайлов, Селиванов. Мы приняли первый бой. Три часа пятнадцать минут. Двадцать второй июня 1941 года. Владимир Мантул. Из дневника Ленинградского юноши. Ну, началась война с Германией. Сегодня ночью был налет. Получасовая тревога. Но налет был отбит. Пойду добровольцу. Двадцать третий июня 1941 года. Двести пятьдесят грамм хлеба. Почти глины в день. Артиллерийские обстрелы. Отсутствие жиров, конфет, мяса. Последний сытный обед под грохот рвущихся дальнобойных снарядов. Во время круглосуточного дежурства. С седьмое на восьмое ноября на заводе. До ноября 1941 года. Вера Поршнева. Записка матери. Завтра я умру, мама. Ты прожила пятьдесят лет, а я лишь двадцать четыре. Мне хочется жить, ведь я так мало сделала. Хочется жить, чтобы гранить ненавистных фашистов. Они издевались надо мной, но я ничего не сказала. Я знаю, за мою смерть отомстят мои друзья, партизаны. Они уничтожат захватчиков. Не плачь, мама. Я умираю, зная, что все отдавала победе. За народ умереть не страшно. Передавай девушкам, пусть идут партизаны, смело громят оккупантов. Наша победа недалеко. 29 ноября 1941 года. На бранских молилах не ставят крестов, И в домы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, И вечный огонь зажигают. Здесь раньше ставалась земля на дыбы, А нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, Все судьбы в единую слиты. На вечном огне видишь вспыхнувший танк, Горящие русские ханы, Горящий Смолецк и горящий Рейхстаг, Горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдох, Сюда ходят люди покрепче, На братских могилах не ставят цветов, Но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, Но разве от этого легче? Валютий Никольский, письмо сестре. Здравствуй, моя дорогая сестра Фаера. Письмо твое получил. Очень большое спасибо. Я живу все по-старому, Бьем немца и двигаемся назад. Фаер, я тебя прошу, чтобы ты слушал маму. Ты большая, она не такая молодая, И ее надо слушаться. 11 апреля 1942 года. Георгий Ландау, письмо танкиста. Дорогая, горячо любимая, Вчера наконец вышли в бой. Сегодня скоро уже выходим в атаку. Обстановка соответствующая. Климит артиллерия, минометы, Недавно прошли и крепко потрепали фрицев Нашим ламбардировщикам. От немцев мы очень близко. Все время то здесь, то там рвутся фашистские мины, Посвистывают их пули. Настроение у нас у всех прекрасное. У меня нет и тени страха, беспокойства или неуверенности. А взамен всего этого есть только одно чувство – горячей любви к родине. Стремление во что бы то ни стало защитить ее, Защитить вас, мои дорогие, от этих бунтов 20 века. Отомстить им за все те несчастья и страдания, Которые они причинили нашему народу. Отомстить за наш любимый город Ленина. Многое можно было еще написать, но временно исходит. Крепко-крепко во всех целую. Не позднее дата гибели – 20 августа 1942 года. Дмитрий Яковлев, клятва защитника Сталинграда. Моя клятва. Я партии сын и отчизна мне мать. В бою я не буду назад отступать. А если погибну в жестоком бою, Скажите словами народу. Он честно, достойно отдал жизнь свою. В сражении с врагом за свободу. 3 сентября 1942 года. Дмитрий Петраков, письмо дочери. Моя черная глаза и мило. Посылаю тебе, Василек. Представь себе. Идет бой. Кругом урутся вражеские снаряды. Кругом воронки. И здесь же растет цветок. И вдруг очередной взрыв. Василек сорвал. Я его поднял и положил в карман гибнастерки. Цветок рос. Тянулся к солнцу. Но его сорвало взрывной волной. Если бы я его не подобрал, Его бы сдоптали. Вот так фашисты поступают с детьми Оккупированных населенных пунктов, Где они убивают и топчут ребят. Мила, папа Вадима будет биться с фашистами До последней капли крови. До последнего вздоха. Чтобы фашисты не поступили с тобой так, Как с этим цветком. Что тебе непонятно, мама объясни. 18 сентября 1942 года. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что? Что? Что вы прощественники? Да. А это что он написал? Это он написал, значит, длинный стих. Боярный. Боярный длинный? Да. То начни его. Сейчас вспомню. Как это читается? На земле беззаростно маленький. Было живь человек маленький. На земле беззаростно маленький. Было живь человек маленький. У него была сузба маленькая. И маленький очень по размеру с ней. И маленький очень по размеру под фельм. Получал он за оттату маленькую. И однажды, прекрасно мутно, И стучалась к нему Молковска. Небольшая, казалось, война. Автоматы бы выдали маленькие. Сапоги бы выдали маленькие. И маленький очень по размеру с ней. А когда он упал, Некрасиво, неправильно, Вот такой, чем к диким были в дом, То на всей земле не хватало мрама, То будет, парня, полная рост. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнали Симон. Сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днём ходим мы на круг. Под этот вальс крыло родном, любимый подруг. Под этот вальс славимый, отчей любимых свет. Под этот вальс крыстили мы, когда подруги нет. И вот он, сынок, он прозвучал в лесу, в реках того. И каждый слушал и молчал отчёт, как дорогой. И каждый думал о своей припомне ту виску. И каждый нам дорога к ней ведёт через войну. Ну что с того, что я там был? Я был давно, я всё забыл. Не помню дней, не помню дат и тех форсированных рек. Я неопознанный солдат, я рядовой, я имя рек. Я леткой пулей недолёт, я лёд кровавый в январе. Я крепко впаян в этот лёд, я в нём, как мушка в январе. Ну что с того, что я там был? Я всё забыл, я всё избыл. Не помню дней, не помню дат, названий вспомнить не могу. Я топот загнанных коней, я хриплый возглас набегу. Я миг непрожитого дня, я бой на дальнем рубеже. Я пламя вечного огня и пламя гильзы в блинтаже. Ну что с того, что я там был? В том грозном быть или не быть? Я это всё почти забыл. Я это всё хочу забыть. Я не участвую в войне. Война участвует во мне. И пламя вечного огня горит на скулах у меня. Уже меня не исключить из этих лет, из той войны. Уже меня не излечить от тех снегов, от той зимы. И с той зимой, и с той землёй меня уже не разлучить. Из тех снегов, где вам уже моих следов не различить. На стены надпись в Павлограде, Днепропетровской области. Нас было 21, стояли насмерть. Погибаем, но не сдаёмся. 13 февраля 1943 года. Палентина Колесникова, письмо санитарки. Дорогие фронтовые товарищи, милая моя подруга Нина. Если я погибну в этом бою, то после смерти сообщили мне маме, что я, её дочь, честно выполнила свой долг перед Родиной. Да, мне, конечно, жаль, что так рано кончилась моя жизнь. Но за меня отомстят другие. Нина, я была медсестрой. Ведь это самое прекрасное спасает жизнь человеку, который борется за нас, защищает нашу Родину от коварного врага, борется за наше будущее. Вот и всё, что я прошу передать моей маме, Вале Колесникову. Не позднее дата гибели, 3 марта 1943 года. Валентин Никольский, письмо матери. Привет из Венгрии. Здравствуй, моя дорогая мама. Когда же ты нас дождёшься домой? Долго ты нас ждала, но ещё немного потерпи. Конец войны не за горами. А пока, мама, желаю тебе всего наилучшего в твоей жизни. С приветом к тебе, твой сын Валентин. 25 февраля 1945 года. Тимофей Шугарин, открытка жене. Здравствуй, Тасенька, твои письма получил. Писать широко нет времени, сама знаешь. Жив, здоров. Говорят, война кончается. Сегодня мы встретились с войсками наших союзников на реке Эльва. Мы всё время по пути по Германии. Последнее время совсем без боёв. Да, сейчас самое интересное. Мне весьма ясна политическая обстановка в мировом масштабе. Будем видеть, что будет дальше. Привет всем. Люблю вас. 4 мая 1945 год. Задохнули странами, в мире тишина. На большой земле однажды кончилась война. Будем жить, всё просвета, верить и любить. Только не забыть бы это, лишь бы не забыть. Как всходило солнце в гаре и кружуя смыла. А в реке, между берегами, кровь, вода и текла. Были чёрными берёзами долгими года. Были выплаканы слёзы. Жаль, не навсегда. Задохнулись канонаны, в мире тишина. На большой земле однажды кончилась война. Будем жить, встречать рассветы, верить и любить. Только не забыть бы это, лишь бы не забыть. А мы с тобой, брат из пехоты. С войной покончили мы счёты. С войной покончили мы счёты. С войной покончили мы счёты. Бери шинель, пошли домой. Бери шинель, пошли домой. А ты, закрытыми отчаянии, С кишмат фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним? Розану я перед тобой. Неужто клясться днём вчерашним? Неужто клясться днём вчерашним? Неужто клясться днём вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шатые дети, И генерал, и ядовой. Опять весна на белом свете, Опять весна на белом свете, Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой. Опять весна на белом свете, Бери шинель, пошли домой. Это были тяжёлые и долгие четыре года, И наш долг — вспомнить, Какой ценой досталась эта победа. На выходе из актового зала Вы можете прочитать фронтовые письма. А на этом моменте торжественная линейка, Посвящённая Дню Победы, Объявляется закрытой.